Вазет Абраха Вазет Абраха Вазет Абраха Я так понимаю, проповедующие будут говорить о последнем празднике, понимаете, вот о Суккоте, да? А мне хочется вообще о праздниках, что это, что они обозначают в жизни еврейского народа, ну и потом перейти к жизни каждого верующего, да? Что они обозначают лично для нас. Значит, и хочу сказать, что для Израиля праздники обозначают нечто большее, чем просто выходные, какие-то выходные дни, да, потому что на русском языке слово праздник, оно происходит от слова праздновать, ну, или иметь отдых, да, вот, не работать. А еврейское слово моэт, это немножко по-другому, оно более глубокое, вот, если у кого есть словарь Стронга, да, вот, вы можете посмотреть, вернее, лексикон, вы можете посмотреть, и вы увидите, что там моэт, оно обозначает назначенное время, назначенное встреча, назначенное место, назначенный сигнал или знак. Вот, все четыре значения, согласитесь, вот, насколько, вот, глубоко, вот, это слово, насколько оно глубоко. Вот, поэтому праздник для верующих евреев это свидание с Богом, да, назначенное время, назначенное место и по определенному знаку, и тогда действительно были определенные знаки, когда праздники начинались, и каждый еврей ждал этого знака. Вот, значит, и Божьи праздники, знаете, это не просто вот какие-то, ну вот, например, День Танкиста, вот решили в этот день, да, он сам учредил эти праздники, он определил, когда они будут, и в 23 главе книги Вайкрайля, Левит, он сказал, вот праздники мои, и сегодня у нас выпадает два праздника, потому что первый праздник, там отмечен это Шаббат, да, вот, и второй, ну и дальше пошли семь праздников, вот. И их, вот эти праздники, их можно для того, чтобы запомнить, потому что, ну, я столкнулся с тем, что не все могут запомнить, что это, ну, как их группировать, на самом деле их очень легко ощутить, их легко сгруппировать, потому что есть три весенних праздника, правильно? Есть три осенних праздника, и посередине есть шаббат, летний праздник, друзья, очень легко. И каждый праздник, вот группа праздников, они проходят достаточно быстро, очень динамично, один следует за другим и они о чем-то говорят нам. Например, Песок, напоминание об исходе освобождения от египетского рабства. Это праздник полного значения, но для нас, верующих Брит Хадаша Нового Завета, он прежде всего говорит об Агнеце, невинном Агнеце, который был заклан за народ и благодаря которому народ получил исход из рабства. А мы понимаем, что мы вышли из рабства греха. И этот праздник, исход, он является символом или образом всех искупительных действий Бога, вплоть до конечного искупления и установления Божьего Царства. Сразу же за ним, сразу же за ним, за Песохом, у нас что идет? На следующий день, после Песоха идет сразу праздник опресноков. Он отмечается вместе с Песохом и начинается со следующего дня после Пасхи длиться 7 дней. Он означает жизнь без закваски греха, жизнь с опресноками чистоты истины. Это я вспоминаю 1 Коринфянам 5.8. И, конечно, он указывает нам на Господа, он указывает нам на Бога и нашего Мессии Ишуа, да, который дарует нам и чистоту, и святость, через которого мы можем прийти, мы можем познать, что такое чистота и святость. И прийти к этой чистоте и святости, благодаря их действию через Духа Святого, да, Руха Хакадеш в нашей жизни. Во время этого праздника евреи едят пресный хлеб с множеством проколов. Как-то не задумываясь над тем, зачем эти проколы, да, но для нас, верующих в последнее время, они свидетельствуют нам об образе безгрешного Мессии, ранами которого мы исцелились, и тело которого было обезображено, да, которое было бито для того, чтобы он понес, как бы, тяжесть наших грехов. Третье. Праздник первых плодов празднуется на следующий шаббат после Песоха, то есть тоже, видите, динамика такая идет, динамика, да. В этот день евреи приносили первые плоды года, снопы и ячменя. Вот. Это первый урожай считался залогом большого урожая, это залог, да, залог того, что что-то произойдет, да. Вот, значит, и для нас также это свидетельство не только о смерти, но и о воскресении Ишоа, вот, который стал первенцем воскресшим, да, но это 1 Карифеном 15, 20, 22. Но Мессия воскрес из мертвых, первенец из умерших, так Мессии все оживут. То есть это, как бы, преддверие, залог, да, и воскресение, и залог еще чего-то. Вот. Итак, мы переходим к среднему празднику, да, то есть летнему празднику, да, он посередине, он отстоит, значит, 50 дней от праздника первых плодов, да, и примерно 4 месяца до следующего, до череды осенних, он особняком как-то стоит, как-то, ну, видите, Бог выделяет его каким-то образом, чтобы мы задумались, особенно задумывались, что он обозначает. И действительно здесь слилось очень много значений, помните, очень много образов слилось, потому что во время Ешо, значит, согласно расчетам раввинов, значит, этот праздник, Шавуот, или праздник Седмиц, или Пятидесятница, был приурочен ко времени дарования Туры на горе Синай. А для верующих Бритхадаша это еще праздник дарования Рохакодеш, Святого Духа, да, который произошел во времена Нового, во время Нового Завета, и этим Господь исполнил свое обетование, которое Он дал в Иеремии 31-33, о том, что Он напишет закон свой, да, напишет закон свой на сердцах, и даст новое сердце, и даст Духа нам своего. С этого дня начинается история Божьей общины, церкви, и символично, что среди жертв, которые приносились в этот день, были два хлеба, испеченные из муки нового урожая. Это было единственное хлебное приношение, которые испеклись из квасного теста. И мы видим в этом образ иудеев и язычников, из которых Бог создал одного нового человека во Христе. Это ссылка на Офесянам 2.15. Итак, после Шавлота наступает 4 месяца, да, и осенние праздники, тоже динамичные. Первый день 7-го месяца – это праздник труб. Значит, дается, идет 10 дней, значит, это как бы испытание нашей совести, да, и призыв к покаянию, праздник труб, трубы, они трубят, они зовут к чему-то, да, вот, они зовут именно к этому, для осмысления своей жизни, для того, чтобы мы перед Господом исследовали себя, да, и чтобы приняли некие решения. Вот, ну, для мессианских богословов некоторых, эти дни символизируют время, которое пройдет между возвращением Израиля в свою землю, и покаянием всей нации. Вот, потом этот день раввины связались с сотворением мира и стали праздновать, как Новый год. Вот, но праздник труб нам напоминает о возвращении Мессии, 1 Фессалоникийсам 4.16, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангелов и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвого во Христе воскреснут прежде. Вот, потом Йом-Кипур, и потом, ну, понятно, да, Йом-Кипур, я уже как бы быстрее прохожу, это праздник, ну, не праздник, это скорее время, наверное, больше, назначенное время, да, потому что вот этот момент не столько радовались, сколько исследовали себя и каялись, и в этот день приносилась жертва, да, приносилась жертва за грехи народа. Это день, единственный день, в который священник входил в святое святых. И праздник Кущи Суккот, мы пришли, вот, и сегодня мы будем об этом говорить, и, знаете, я как-то задал себе вопрос, ну, хорошо, праздники, да, вот, а вот для меня лично, вот, для каждого из нас, вот, как применить, вот, чтобы, это мы как бы о народе говорим, да, вот, когда мы говорим о празднике, вот, нечто историческое, то, что есть и то, что будет, потому что праздник, например, Кущи, это не только предвозвещение тысячелетнего царства, его изобилия, покоя народа, да, это также и для верующих Брид Хадаша, это и праздник, напоминающий о свадьбе, да, невесты с Агнцем и так далее, вот, ну, это как-то такое, оно историческое какое-то такое, ну, понимаем, да, это вопрос такой теологический может быть, а лично для меня, вот, и, знаете, я задумался, я вдруг увидел праздники Господни в виде миноры, в миноре тоже есть, да, 7, там есть цифра 7, да, там есть 3 левых, слева, значит, 3 светильничка, 3 справа и один посередине, я как бы подумал, а что это обозначает, знаете, я увидел тоже некий символизм в этом, да, который тоже нам напоминает нечто для нашей жизни, что Бог приготовил и что Он видит для нашей жизни, вот, если, допустим, вот 3 левых, ну, смотрите, вот в жизни каждого верующего всегда есть некий такой, знаете, период юности, да, такой юности, вот это независимо от того, юности верующего я имею в виду, такой молодости, вот так вот скажем, больше молодости, это даже не связано с возрастом, я, например, показывался в 40 лет, но у меня тоже был этот период такой, знаете, период первой любви, период таких особых отношений, таких поисков, да, так вот, это весенние праздники и, скажем так, вот, для меня оно обозначает, для меня означает исход из царства греха, да, вот, исход из царства греха в чудный Божий свет благодаря акту Божию и Иисусу и Мессии и радость прикосновения к опреснокам чистоты и истины и первый жизненный плод святости и праведности, да, можно, можно же так траковать, ну, вот, но центральное событие жизни каждого верующего – это период, связанный с началом по-настоящему плодовитой жизни, понимаете, вот смотрите, в Шавуот встречаются, если мы возьмем образы, да, в Шавуот встречается человек, ну, да, вот, то есть здесь обязательно присутствует человек, значит, здесь есть урожай, то есть уже какая-то, знаете, зрелость определенная, да, вот, и здесь есть что? Тора, и здесь есть что? Здесь есть руаха-кодеш, да, то есть если взять вот со всех веков, да, эти образы мы увидим, то есть это место, знаете, это центральное место жизни каждого верующего. Я хочу сказать, что не каждый доходит до этого места, друзья, к сожалению, не каждый доходит, потому что это, ну, как вот, по-моему, это также символизирует и, знаете, и рождение свыше, да, то есть обновление человека уже, то есть это обязательно этот праздник, если человек доходит до него, ну, в пути верующего, да, путь верующего, ну, вот мы еще путь верующего связываем, я вот почему, как бы, говорю именно пути верующего, потому что Ишу, он сказал, есть путь истинной жизни, да, и, кстати, первых верующих тоже называли люди пути, если людей, я говорю, люди книги, да, то первых верующих, последователей Ишуа называли люди пути, да, и вот если вот на этом пути, вот мы доходим до Шавуата, мы видим здесь вот это, знаете, место, на котором надо задуматься, я постоянно, когда проповедую, я говорю об этом месте для себя и для каждого из нас, очень важно исследовать себя, мы дошли до этого места, если у нас зрелость, да, водим или мы Духом Святым, а водим из Духа Святым, она всегда связывается со знанием слова, потому что заповеди это все так говорит, Писание, это Брит Хадарша так говорит, исполнение заповедей, оно все должно быть связано, понимаете, то есть все должно быть здесь воедино, вот тогда приходит настоящая зрелость, если приходит зрелость, то тогда человек идет и в осенние праздники, да, это уже истинная такая зрелость, мудрость такая, знаете, Знаете, когда человек, например, праздник труб, можно говорить, когда он исследует себя, когда по-настоящему уже исследует сознанием слова, когда он слышит Духа Святого, он его обличает, когда надо, научает, направляет. И когда приходит действительно желание глубинных изменений своей личности, характера особенно, который страдает у нас практически у всех. Я еще не видел совершенный характер, может где-то есть люди такие. Поэтому, когда мы, после нашего, наступают эти осенние праздники, и я просто, знаете, желаю, чтобы минора, если кто-то принял, допустим, мое понимание и прощение, чтобы она напоминала нам о том, что у нас есть путь, и что Господь ведет нас по этому пути Духом Святым, и что что-то Он ожидает от нас, Он ожидает, что мы пройдем этот путь, и мы войдем в это благословение, мы войдем в этот суккот, мы войдем в эту полноту жизни, и настоящей жизни, и жизни вечной. Амэн? Слава Господу! Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хочу продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу нами, ну и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни, они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Пет-Симха, у нас есть Ахава-Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря. Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им. Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья. Божья семья в этом году для каждого из нас. Семья. Божья. 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 Б